Привет всем, меня зовут Саша, и сегодня я хочу поговорить о школе. Мне пришло в голову снять это видео о школе, потому что вчера я была в моей школе, я видела всех моих одноклассников, бывших, и знаете, я очень скучаю за школой, и я очень завидую тем, кто сейчас учится в школе до сих пор, и честно, я бы хотела вернуться в школу, но, к сожалению, у меня нет возможности такой, но я бы очень хотела. За мою жизнь... ЖИЗНЬ! Я так говорю, как будто мне уже сто лет. Я так... За мою жизнь, милучки! За мою жизнь... За мои 16 лет я уже училась в двух школах, и эти две школы очень отличаются от обычных школ. Хотя, знаете, я не уверена на 100%, потому что я не была в обычных школах, это две почти одинаковые школы, не важно, не важен номер, не важно, где они находятся, но это две школы, которые очень похожи между собой. И в первой школе... Я расскажу немного о первой школе, а потом о второй, которая была последней. Первая школа, там учителя... Ну, я там училась с первого по пятый класс, и... Нет, да, и... Нет, по шестой класс, только в сентябре я проучилась в шестом классе, и в октябре я уже перешла в ту школу, в которую я доучилась, и перешла в колледж, ну, последнюю школу. Я училась в той школе, там, в этих двух школах, учителя очень смотрят за детьми. Знаете, вот, у нас были в школе распозки, они возили нас с дома в школу, со школы домой, и это было, конечно, очень удобно, это очень было классно, и поэтому учителя постоянно могли за нами следить, и мы не могли уходить со школы, ну, типа, мы должны были принести от родителей записку, если нам надо было куда-то уйти раньше, ну, мы не ехали на развозки, а нам надо было куда-то уйти раньше, мы не ехали на развозки, и надо было принести записку от родителей, что Даня знает об этом, и они разрешают, чтобы нас учителя отпустили, и они берут полностью ответственность за нас. И, ну, как в первой, так и во второй школе, так надо было делать, и как в первой, так и во второй школе были развозки. И в этих двух школах учителя очень смотрели за детьми, был такой контроль прям, не то, что на тебя прям прессуют, учителя были как родители, можно так сказать. Знаете, вот и та, и другая школа, они были небольшие, они были маленькие, и там было в первой школе сейчас где-то человек 200 во всей школе, но во второй немножко больше, там где-то человек 300-400, там, а, ну во второй школе была младшая школа и старшая школа, ну именно в старшей школе человек, ну 300 где-то, да, и все друг друга знают, все знают, ну я знала, например, почти всю школу, ну я не знала там младшие классы, там, ну вот кто пришел в старшую школу, я не знала там, ну класс пятый, ну шестой я уже почти всех знала, и я знала всю школу, и все друг друга знали, как учителя, так и дети. И, ну, да, учителя были как родители, как родители, и они, ну, как-то очень следили за мной, ну, за всеми детьми, они очень следили, они помогали. В колледже, вот когда я сейчас учусь в колледже, учителя не такие, как были в школе, потому что в школе учителя, они как-то с детьми больше проводят времени. А вот в колледже, ну, учитель пришел, провел урок, ушел. А в школе, ну, во-первых, мы сидели в одном и том же классе, к нам приходили учителя, там, мало того, что, ну, все друг друга знали, так во второй школе еще и... Нет, не во второй, в первой школе еще был лагерь от школы, мы ездили каждое лето, ну, именно я ездила каждое лето, я ездила где-то пять лет подряд. Ездила в лагерь, он находится под Киевом, там мы проводили где-то три недели, ну, учителя, правда, не ездили, но ездили со школы, дети и какие-то вожатые были. Честно, я уже не помню, откуда они, они, походу, с Америки были, я не знаю, вот честно, я не могу вспомнить, но были там вожатые дети. Там мы проводили три недели, туда ездили в основном со школы, ну, как с младших, так и со старших классов, и тоже вот мы проводили время с школьными ребятами. У меня есть больше вторая школа, потому что это была последняя школа. Еще у нас в школе, я не знаю, как в других школах, но я могу сказать, как было в нашей, в нашей школе, в первой у нас был... Мы за школу платили в месяц 100 гривен, это очень, вот честно, это очень мало, даже, нет, 150 врун, платили 150 гривен, и знаете, что самое интересное, то, что у нас в школе был завтрак, обед и полдник. Это во всей школе, это как с первой, так по... ну, это с первой по одиннадцатый класс. Это было каждый день, с первой по одиннадцатый класс, и это, ну, очень удивительно, потому что за такие деньги, мне кажется, в... ну, в других школах платят 150 гривен, просто чтобы учили. А столово не приходит и за свои деньги покупает еду. А у нас в школе было так. А во второй школе мы платили... я платила 300 гривен, и у нас был только обед. Ну, когда я пришла только в школу в шестом классе, был еще завтрак, был сок с пряником, там что-то такое, и все. И во второй школе были тоже развозки, тоже были учителя очень, ну, как-то сближенно с детьми, как-то, не знаю, вот, ну, учителя были в школе как, ну, родители, как вторые родители. И я хочу сказать то, что я нереально соскучилась за моей школой, за теми же учителями, за именно классниками. Хотя, знаете, вот в школе у нас было очень много ссор, у нас было очень много непоняток каких-то. Было очень много таких моментов, ну, моменты, которые вообще не складывались. Это было, ну, там, я говорю, ссоры, да. И, ну, в эти моменты хотелось... не хотелось вообще идти в школу, хотелось бросить в школу, хотелось наконец-то, ну, типа, ну, поступить в колледж, там, уйти вообще со школы, да. А когда я так думала, ну, сейчас, именно сейчас, я очень жалею, что я так думала Я жалею, что я не ценю меня, когда учусь в школе Я очень жалею об этом И знаете, я бы сейчас реально пошла обратно в школу Потому что я просто нереально скучаю И честно, ребята, вот цените то время, когда вы учитесь в школе Ну, конечно, лучше ценить то время, когда ты еще в садике Но ты еще, когда вы в садике, вы еще маленькие дети И вы еще ничего не понимаете, вы еще ничего не цените Ну, когда вы в школе, я думаю, надо оценить. Знаете, когда я была в классе 7, я не хотела идти в школу, я не хотела... Ну, как обычный ребенок, да, я не хотела ходить в школу. Я не хотела вставать утром, ну, вы знаете, я не хотела учиться, ничего не хотела, да. Вот, может, я не одна такая, но я когда была в первом классе, не в первом, ну, в младшей школе с 1 по 5 класс, я очень любила ходить в школу. Это был для меня как праздник, да. Я хотела в школу, я хотела идти в школу, я прям хотела, я бежала в эту школу, я, ну вот честно, очень хотела ходить в школу, мне это нравилось, мне это как-то было очень классно, ну, конечно же, когда я перешла в другую школу, мне не хотелось ходить в школу, потому что я стала постарше, мне не хотелось рано вставать, мне не хотелось никуда идти, да, но сейчас, честно, я очень жалею, что эти времена прошли, я бы сейчас, вот, я в колледж еду на метро, это ужасно, Если бы я была в школе В школе я бы просыпалась позже Я бы спокойно собиралась Я бы сиделась на развозку Которая меня везла в школу Меня там учили, меня там кормили Кормили, самое важное И после школы Меня бы везли домой Меня везли на тренировку развозка И домой, куда только не везли И честно Я бы хотела вернуться в школу И хотела бы вернуть Тех учителей, которые у меня были Хотела бы вернуться к моим одноклассникам Ко всем нашим приколам Ко всем нашим гуляням Хотя, знаете, мы с классом Не очень часто гуляли Но я думаю, когда сейчас подросли Мы сейчас уже 11 класс И сейчас наш класс больше гуляет Больше куда-то ходит, выбирается И честно Я скучаю за приколами, скучаю за одноклассниками За учителям И я реально скучаю за теми моментами Которые были в школе Которые были Тогда, когда я еще училась Все наши прикольчики Все наши шуточки Честно Вот, ребята Скажу вам Ну, скажу тем, кто учится еще в школе Да, на такой вот Умный совет Ребята, оцените время Оцените то, когда Ну вот, пока вы в школе Это, наверное, лучшие времена Хотя, многие говорят Студентские годы самые лучшие Но, честно, для меня Была школа Это были самые лучшие времена Самый лучший период И, не знаю Честно, вернулась бы в школу Вернулась бы ко всем друзьям Но, минус в том Что после 9 класса Половина класса разошлась И у нас не могло бы быть Тех времен, когда я только пришла Когда еще весь класс в сборе Ну, сколько у нас там было Ну, до 25 человек Не помню 22, что ли Не помню, честно И хотели бы вернуться, да И, честно, ребята Цените то время, пока вы учите в школе Цените то время Цените времена Когда школа этого Ну, вот, честно Школа, второй дом Как говорят Мне в школе надо было ходить в юбках Я в школе могла оставить юбку У меня был второй комплект Комплект книжек И мне носила в школе книжки Носила только тетрадки Я ходила в школу в штанах Приходила, переодевала юбку И я оставляла в школе юбку И я знала, что ее оттуда никто не украдет Никто не заберет Потому что классы закрываются Но я знала, 100% Я была уверена, что У меня ничего не пропадет И все будет нормально Честно, я очень скучаю за школу Очень скучаю за одноклассниками Ребята, цените школу Я тоже сказала И, я думаю На этом мое видео подходит к концу Все, спасибо за просмотр Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал Я буду закрывать Если вам понравилось такое видео Ставьте пальцы вверх Я буду еще делать такие разговорные видео Просто я буду разговорить с вами И все И на этом видео подходит к концу Спасибо за просмотр Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok